Итак, в общем, продолжаем. Продолжаю свой рассказ. Многие спрашивают реально, как вообще и почему, что происходит с деревом и так далее. Значит, смотрите, объясняю по порядку. Что такое береста? Береста – это верхний слой коры дерева. То есть, в отличие от большинства деревьев, береза имеет лубяную часть, основную кору, и слой бересты – это верхний слой. Между берестой и лубом проходят соки древесные, но не все, скажем так, основные. За счет, когда береза растет в период роста, береста отделяется от лубиной части и прирастает внутри до того объема, на который она увеличилась, прирастает древесиной. В этот период, этот период и называется сезоном сбора бересты. Значит, смотрите, по законодательству Российской Федерации и Ленинградской области береста считается недревесным материалом. Сбор бересты возможен с мая по октябрь, но в данном случае в Выборгском районе это все-таки скорее июнь, скажем так, с начала июня до середины июля. После вы ее уже не снимете, она начинает прилипать обратно к лубиной части, и отодрать ее от дерева будет практически невозможно. Значит, что мы делаем? Самая основная задача – это максимально аккуратно прорезать ствол для того, чтобы не повредить лубиную часть. Минимальные повреждения лубиной части возможны, но как бы стараться все-таки этого не делать. Да, лучше использовать, конечно, какие-нибудь приспособы, которые не дадут вам прорезать больше, чем на 2-3 мм. Ну, в данном случае я все время использую, как правило, кончик ножа. Да, прорезается немножко лубиная часть, но я вам покажу, как я заделываю в дальнейшем эти травмы для того, чтобы избежать гибели дерева. Значит, смотрите, если пройтись по всем тем местам, где я снимал бересту, вернуться, скажем так, на те участки, где я это делал, то те деревья, с которых я снял бересту, нет ни одного дерева, которое погибло за последние 6 лет. Поэтому, ну, я считаю, я максимально аккуратно это делаю. Итак, продемонстрирую. Значит, в данном случае я опенелевским ножиком это делаю, а острием ножа, вот-вот-вот, кончиком. То есть, мы берем... ...ведем линию вниз. Ну, используем давление, конечно. Да, в данном случае, опять же, по законодательству, вы можете снимать бересту, но не более одной трети от высоты дерева. Ну, в данном случае дерево высотой метров 15, наверное, 20. Мои полтора метра, там, или метр. Да даже здесь метр, наверное, не будет. Это незначительный съем. Поэтому, была бы лесенка, можно было бы снять рулон побольше. Значит, смотрите, внизу делаем, ну, я делаю, по крайней мере, вот такой небольшой надрезик в сторону. Наверху стараюсь тоже сделать это для того, чтобы береста, ну, была возможность ей куда-то двигаться. А дальше начинаем... А дальше начинаем вот так вот, по чуть-чуть. Вот он, лист бересты. Вот он сейчас от глубиной части отходит вполне себе. Да, трещинки возможны, их надо стараться минимизировать и держать в тонусе весь лист. Нельзя отдирать, отсоединять бересту, держа ее только за один какой-то кусок. Иначе у вас пойдет трещина где-нибудь, и вы просто порвете его посередине, скажем так. Так, в данном случае лист сейчас должен хорошо идти, потому что сезон, опять же, позволяет снять его просто и аккуратно. Итак, вот, ну, собственный прорез вы видите. Значит, смотрите, дальше берем. Дальше можно уже не пользоваться ножом, и лучше этого не делать, для того, чтобы не повреждать ни луп, не повреждать бересту. То есть, если мы хотим снять бересту достаточно целую, для того, чтобы потом использовать, на корзинке, на различные короба, все-таки нам она нужна целая, поэтому лучше не использовать острие ножа, лучше взять, наоборот, тупую часть палку, ну, либо взять любую другую палку, либо вообще все это делать рукой, как вот я делаю это, в данном случае в перчатке, но это не принципиально. То есть, мы берем и подпихиваем аккуратно, аккуратно подпихиваем туда руку. Значит, вы видите, да, как она легко отделяется, все это, благодаря тому, что мы это делаем в сезон. Не в сезон, лист бересты снять таким образом будет практически невозможно. Ну, вот в данном случае, конечно, без дыр не обошлось, поскольку я это делаю одной рукой. И ее порвало. Итак, да, береста немножко здесь старовато, имеет небольшой налет. Значит, вот смотрите, вот видите, глубинная часть. Вот эта часть потом обрастет коричневым слоем нароста такого. То есть, это кора, по сути, скажем, верхний слой. Под ней древесина. Вот. Незначительная прорезь в глубиной части имеется. Это, опять же говорю, это, ну, небольшой косяк, скажем так. Это такого лучше избегать. Вот. Но что мы делаем, если она у нас все-таки появляется? Мы берем, мы берем кусок, кусок земли. Прям земля, чтобы там была землица. И как затиркой затираем этот шов. Затираем этот шов, чтобы туда не попадали ни жучки, ни что туда не смогло попасть. Вот все травмы, которые у вас появились на березе, лучше этого избегать. Значит, лист бересты у нас снялся вот таким вот куском. Да, он растрескался, но потому что это надо делать все-таки двумя руками, а не одной. Но не беда, на какие-то маленькие вещи она тоже пойдет. И далее ее надо скрутить. Скрутить ее нужно против... Вот она скручивается, объясню на дереве. Береста скручивается, когда вы ее снимаете, скручивается по стволу дерева. То есть она начинает скручиваться руликом. И если вы ее свернете так, то вы ее потом, когда принесете домой, никогда больше не раскрутите. А если раскрутите, то повредите очень много и придется ее выкинуть. Для этого ее берут и сворачивают не по стволу, а наоборот, вот в направлении роста. Тогда у вас края становятся ровными. И вот, собственно говоря, вот как у меня вот на этих двух листах она свернута. Для этого необходимо небольшое усилие, но тем не менее сделать это возможно. Ладно, друзья, пошагаю я дальше. Этот лист сейчас скручу к своим двум. Вот. Ну и пойду в сторону дома. Спасибо. 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 Спасибо.